Один из лозунгов наших – производство сильных духом. Было до еще того, как Хабиб приобрел такую же всемирную известность. Если Владимир Владимирович сказал и похвалил Хабиба, почему мне дали прозвище Тайсон в 12 лет, а дочку мы назовем Таисия в честь Тайсона. У Александра Шлеменко занималась в зале Сатурн. НХЛ – это первая лига в любом случае. Лучшей настольной моей книгой с детства. Был атлас по кожным и венерическим заболеваниям. Одна жизнь. Одна любовь. Одна цель. Один путь. Одна сила. Один эксперт. Дорогие друзья, здравствуйте! Сегодня нас с вами ждет интереснейшая, увлекательнейшая беседа. И сейчас вы сами поймете, почему. Потому что у нас сегодня в гостях стильная леди, врач по образованию, 12 лет тайского бокса, синий пояс по джиу-джитсу, президент таких успешных проектов, как файтфабрика и боксинг-бокс. Конечно, это супруга нашего с вами любимого хоккеиста питерского СКА и сборной России Антона Белова. Мама двух очаровательных деток Таисии и Льва. Сама игрок хоккейной команды женской Red Rockets, красные ракеты. В общем, я представляю сегодня Елену Белову. Лена, здравствуйте! Здравствуйте! Я рада вас... Наверное, что-то я даже не назвал. Да, может быть, что-то упустили. Я рада вас приветствовать здесь, в моем втором доме, файтфабрика, бойцовский клуб. И, в принципе, сейчас, наверное, вот все перечислили, всю мою жизнь практически, и она так пронеслась перед глазами. Ну, наверное, если я бы все сказал, потребовалось много времени. А с другой стороны, если тоже все, то можно уже сказать, что на этом передача закончена. Спасибо, и мы все рассказали. Елена, ну давайте, раз вы сами такое для начала беседы, вы такую задали тональность, и действительно мы находимся в вашем клубе. Это ваше детище, это ваш проект. Называется он «Файтфабрика». И я сразу скажу, что вы не побоялись выложить в интернет, выложить в социальные сети фотографии, что здесь было раньше. Да. Расскажите немножечко, это посмотреть, это же ужас, это ядерная война была здесь, да? Так и есть, Константин, абсолютно правы. Когда я приехала в Санкт-Петербург с целью построить здесь бойцовский клуб, мне три месяца, наверное, вот агенты искали помещение, но я поняла, что кроме меня никто это помещение не найдет, потому что кроме как я, никак вот никто не видит эту картинку, где должен быть мой клуб единоборств в будущем. И когда я приехала на набережную обводного канала, это было старинное здание, оно уже заброшено, кто-то говорил, даже к сносу готовились. И когда приехали мои друзья, я говорю, посмотрите, пожалуйста, какая прелесть, какое классное здание. Они говорят, Лен, ты что, с ума что ли сошла? Здесь хорроры надо снимать. Здесь не было ни канализации, естественно, никакого ремонта вообще ничего не было. Все это самостоятельно, в кратчайшие сроки за три месяца мы воздвигли такой клуб единобор 770 квадратов. И теперь вот пятый год уже радует наших питерских спортсменов своими тренировками, квалифицированным тренерским составом. Рада, конечно, вас здесь приветствовать. Да, это правильно, потому что, ну где же еще? Потому что во что превратился какой-то заброшенный промышленный центр, завод и сегодня стены? Это фабрика, но фабрика вы сохранили. Слово фабрика показывает, что это промышленный район. Да, вот так все сложилось. Потому что изначально название FightFabrica идет от двух семерок. Если мы FF перевернем в зеркальном отображении, это будет 77. Это игровой номер моего супруга. И также мой игровой номер в хоккей. И в принципе все свои проекты, называя на одну букву, вот, как-то так вот повелось. И поэтому FightFabrica, да, все сошлось, открылось на фабрике. Один из лозунгов наших – производство сильных духом. То есть фабрика, поясняю, двойной смысл. Здесь правда была фабрика, территория заводская, промышленная архитектура и фабрика, где делают чемпионов. Но вы не только, вот мы когда готовились сегодня к этой съемке, у вас тут детей очень много занимаются. И джиу-джитсу, и дзюдо, и боксом. И я к чему говорю, что есть детки, да, но есть и одна из главных особенностей вашего проекта. Здесь бывают и звезды, да. Вот, например, чтобы нам далеко не уходить, дорогие друзья, вот эти перчатки – это не просто какой-то вот атрибут, а это личные перчатки Кости Дзю, чемпиона мира, абсолютного чемпиона. И там его автограф. Вот Костя Дзю сидел. Пока Константина у нас не было, были такие звезды, как, допустим, Хабиб Нурмагомедов и с Абдулманапом Нурмагомедовым. Мы очень хорошо общаемся с отцом Хабиба. А также мои прекрасные друзья, коллеги, соратники, всем известные Дмитрий Бивал и Сергей Кузьмин как раз тренируются на нашей базе. И слава богу, мы за них всегда болеем, отлично выступают. Вот, например, с нами рядом приготовила вот такие перчаточки. Это как раз-таки Дмитрий мне подарил. Это самые дорогие для меня подарки. В Монте-Карло был победный у него бой. И я вот его очень сильно поражу этими перчатками. Вот, поэтому такая сильная энергетика сегодня с нами присутствует. Да, это здорово. Это чувствуется, что мы действительно в центре, во дворце, в Мекке на сегодняшний день и геноборств Санкт-Петербурга. И уж, по крайней мере, вот такого... Вот, Константин, правильно сказали про Мекку и геноборств. Я же никогда и даже подумать не могла, когда я приехала в Санкт-Петербург. Я знала только Кунсткамеру, Эрмитаж и подобные исторические места. И когда только открыла Файтфабрику, мне пришли и сказали, «Ты знаешь, что Набережная водного канала 203 – это как раз-таки тот знаменитый зал Реддейвилл. Это буквально вот здесь вот в соседнем доме. Откуда как раз-таки появился Федор Емельянько, вышел, да, всем известный, всеми любимый». Мы с вами уже невольно затронули тему «Боев без правил, ММА». Расскажите, здесь был Хабиб Нурмагомедов. Как вы познакомились, какие у вас впечатления? Что он интересного здесь на мастер-классе показал? Как раз сначала мы познакомились с Абтулманапом Нурмагомедовым. И даже, наверное, одно из ярчайших впечатлений в моей жизни спортивной – это поездка в Дагестан, где как раз-таки нас очень хорошо принимали. Мы ездили на турнир Fight Nights в Дагестане. И как-то вот хорошие, уважительные отношения человеческие, спортивные у нас сложились. Я всегда рада пообщаться, послушать Абтулманапа Магомедовича, потому что там тот колоссальный опыт по воспитанию спортсменов, чемпионов. Мне, конечно же, интересно перенять какие-то фишечки, да, просто насладиться спортивными разговорами. Мне их всегда не хватает. И потом поступило предложение, не приехать ли Хабибу в наш клуб. И вот перед Новым годом, 17 декабря, если не ошибаюсь, 17-го года, мы собрали ребятишек. В нашем клубе было очень много детей и взрослых в том числе. Это, наверное, было до еще того, как Хабиб приобрел такую же всемирную известность. Но уже достаточно был в России знаменитый, поэтому дети с удовольствием пришли на мастер-класс. Примечательно, что многие бойцы и соратники Хабиба пришли его поддержать и поприветствовать на нашей питерской земле. Поэтому здесь был такой рассадник звезд ММА. Вы, конечно, смотрели бой и Макгрегор, и Хабиб все в прямом эфире, встали в 5 утра, как все мы, да? Я смотрела, я не могу сказать, что я встаю в 5 утра посмотреть какие-то матчи, но, конечно же, первым делом, так как я просыпалась рано, первые мысли, которые мне пришли, так сказать, про Соню, это «А как же там бой Хабиба?» Потом увидела результаты. То есть, ну я почему спрашиваю, многие неоднозначно восприняли, что произошло после боя. Вот вам доводилось слышать, все-таки у вас файт-фабрика, что, может быть, не стоило так, или стоило им пожать руки, или действительно Хабиб поступил как настоящий мужчина и не пошел на сделку со своей совестью, со своей гордостью. Вы даже не как эксперт и специалист, может быть, как женщина, как мама, вот как эту историю? Это очень интересный вопрос, потому что большой спорт – это большая политика. И скажу так, если Владимир Владимирович сказал и похвалил Хабиба, то я поддерживаю эту точку зрения, скорее всего. Скажу так, что здесь одна есть маленькая деталь – это тот флёр, который сделал вот этот трэш-токинг, да? Перед боем. Мне кажется, были все настолько заведены, и, конечно же, прощать какие-то слова, которые задевают наших россиян, особенно про семью или про страну и так далее, которые были сказаны Макгрегором, и неважно, это ради денег делается, ради славы, ради пиара. К сожалению, сейчас большой спорт, он тем славится, чем ты громче крикнешь и какую-нибудь несуразицу где-то или грубость, тем на тебя больше обратят внимание. И я очень рада, что есть и чистые спортсмены, которые своими победами только завоевывают сердца болельщиков. И телеаудиторию, кстати, да? Да, телеаудиторию. Вот, поэтому вот всё состоялось. Вот, знаете, наверное, исход, он такой и читался изначально, да. Потому что наши, конечно, не прощают такого отношения к себе и к своим семьям. Да, прекрасно сказано, и, конечно, я думаю, тут сложно что-то ещё добавить. А вообще, вот я только специально подготовился, когда у вас же здесь не только UFC, но и многие другие известные, и Fight Night, и ASB, промоутерские компании, которые развивают MMA. Как у вас личные отношения? И всё-таки больше, об этом немножко позже поговорим, но вы немножко больше сторонник классического бокса, сторонник тайского бокса, которые, несмотря на всю свою жестокость и кровожадность, но имеют конкретные правила. А здесь всё-таки UFC – это своего рода, нельзя сказать, бои без правил. Да. Как у вас к этому отношению? Ну, бои без правил – это же неправильное название, да, такого. Нет, я смешанное единоборство. Кайф ловлю от классического спорта, от классического бокса, от английского бокса, как я иногда его называю, потому что это, прежде всего, для меня флэшбэк в детство. Меня боксом сам того нехоть заразил мой папа, который тоже боксёр. И поэтому в 12 лет я увидела соревнования первые по боксу, и потом всё вот так вот закрутилось, всё начала изучать, стало интересно. Я слышал, что я вас перебиваю, просто давайте как бы сразу расставим акценты. Я слышал, что вам категорически не понравилось то, что вы увидели первый раз. Вот расскажите, да, мне понравилось. Вот есть у меня что-то в такой характере, если мне что-то не нравится, значит, я где-то упустила, значит, я эту тему не понимаю, мне её нужно добить. Тогда не было интернета, и были разные энциклопедии по боксу. Вот пришлось всё это перелопатить, разные книжки. Вот, поэтому, почему мне дали прозвище Тайсон в 12 лет? Потому что мне настолько понравилась вот вся его биография, и какой он сильный человек, какое было у него детство, юность, и как он пришёл в бокс. И поэтому, когда я в школе сидела и не откликалась на имя Лены, когда меня очень там кто-то звал, и когда мне говорили Тайсон, они знали, что мне эта тема заинтересует, что я обязательно обернусь. Поэтому именно так мне и прозвали, то есть дали прозвище, кто-то окликнул, и так вот прицепилась. В итоге, вот уже большую часть своей жизни я... Белый Тайсон мне уже. Белый Тайсон. Ну, вы знаете, я вот сейчас представляю, как многие, кто смотрит нашу программу, просто скажет, да я никогда не поверю, что приходит девочка красивая, с косичками, библиотеку, и говорит, дайте мне биографию Тайсона, да, кровавый дом. У нас всё было дома, все книги дома, да. Потому что вот я говорю о том, что папа боксёр, и поэтому всё. Раньше вот были такие в библиотеке, да, ну, было много книг, и поэтому, да, дарили на соревнованиях и так далее. Поэтому флэшбэк в детство именно. Я вот когда Дмитрий Бивол или Сергей Кузьмина не работают, я смотрю за работой ног, мне очень интересно вообще вот физика, грация, пластика, в общем, всё от боксёров. Я получаю истинное удовольствие наблюдать, как вот они работают, как они выкладываются на тренировках. Работа классическая, тренерская, боксёрская. Это Геннадий Машьян. Да-да-да. Я вот... Это наставник. Вы опередили моё вопрос. Да. Вот. Поэтому мне очень интересно наблюдать за ребятами, несмотря на то, что вот 12 лет я уже практикую именно тайский бокс. Тоже как-то так сложилось, потому что когда я пошла в городе Омске заниматься тайским боксом, именно тогда была мода вот девочкам идти в тайский бокс. А сейчас, знаете, какая мода? Нет. Все идут в бразильское джуджицу. А, да. Девочки, да. Ну вот, смотрите, вы сказали, уже такие назвали имена, как легенды тренерского цеха Геннадий Машьянов, Дмитрий Бивилл, Сергей Кузьмин. Ещё добавлю, что вас тренирует подрастающее поколение и сам тренируется. И Дмитрий Кириллов. Дмитрий Кириллов. Прекрасный зал с сообразной энергетикой, вот это именно файт-фабрика, но как раз стилистика, она такая вот, то, что вам запало с детства. Знаете, такой Нью-Йорк, 30-е годы, вот немножечко отсыл. Отсыл, наверное, классики. С самой, да? Классики, да. Пусть это будет не совсем классика русского бокса, а русская школа, потому что мы знаем, какие у нас, особенно после 90-х годов, были проблемы в спорте. И в том числе в залах единоборств. И мои тренеры в городе Омске, они даже такую писали книгу «40 лет по подвалам» называется. Ну, такая специфика. А сейчас, слава богу, очень много конкурентоспособных, красивых залов с качественным тренерским составом. Одна жизнь. Одна любовь. Одна цель. Одна цель. Один путь. Один путь. Одна сила. Один эксперт. То есть здесь вы разрушаете такой стереотип, да, что зал должен обязательно быть какой-то неухоженный, с ржавой водой, с ломающейся постоянно канализацией, водопроводом. Мне сейчас напомнили. Вы, может быть, и стильные, красивые единоборства, да? Да, самое главное, чтобы это все было в совокупности, чтобы тренировать не просто стильные, красивые и какие-то бутафорские. Мешки висят, да. И это было старое помещение. И это было старое помещение. Сейчас, слава богу, Саше хорошее помещение, которое ему помогли открыть. Там занимается очень много детей и взрослых. Но было такое время, когда я бежала босиком в разминку. И у меня настолько ноги были холодными, потому что минус 40-45 градусов в Сибири зимой. И они немели. И я боялась все подвернуть или там что-то, ногу сломать или еще что-нибудь. Потом раздевалка, допустим, была. Так как я одна девочка, меня ребята ждали, пока я там переоденусь. Это были вот такие вот огромные дыры, пробитые. Ну я знаю, так расскажите, как будто я, да, все так и было, да. Да, напоминаю, так сказать. Потом мешки, конечно же, которые там перезалатаны, изолентой. Ну, естественно, это мужское царство. И ни о какой там санитарии или речи быть не могло. И когда заходишь, ребята все в душе мылись. И вот, знаете, так по масляной краске стекают, испарено. Это настоящий брутальный спорт. Елена, скажите, пожалуйста, вам Омск дал и такое очень образование. Вы врач вообще по образованию, да? То есть у нас с вами так сегодня получается немножко из огня, в полымя. И тайский бокс, и зал бокса, единоборств. И вдруг на образовании высшая врач, тем более такая профессия, как очень необходимая людям, как вот дерматовенерология. Да. Как раз так получилось, что вот моя семья, врачебная семья, я четвертое поколение врачей, поэтому дерматовенерология обоснована тем, что мой дедушка был 22 года главным врачом кожи-венодиспансера, где я, в принципе, наверное, могу сказать соответственностью. Выросла. Вот. И лучшей настольной моей книгой с детства был атлас по кожным венерическим заболеваниям. Ужас, ужас, ужас. То есть лежали у вас книгой биографии Тайсона и Атлас. И рядом здесь же, да, кожа-вен болезни. И я считаю, это зов крови, поэтому когда приехала в Петербург, первым было, я открыла файтфабрику, а второй мой проект это клиника семь докторов. И я считаю, что нужно свое призвание, хоть так, хоть не своими руками я сейчас лечу, да, но вот как-то помогать. То есть и организации же можно лечить, конечно, организации клиник, организации врачебного такого вот социума. И, конечно, Елена, естественно, Омск стал, и кроме того, что он вам дал детство интересное, дал вам основы спорта, образование блестящее, медицинское. И вашу, можно сказать, что да, первую-единственную любовь. И не просто первую-единственную любовь, а и хорошего супруга, и отца ваших детей, а для нас, ну это просто, куда деваться, легенда хоккея российского, да. Спасибо большое. Мне очень приятно слышать такие добрые слова про моего супруга. Действительно, вот меня родители жили 6 лет в Москве и приглашали меня учиться как раз-таки перевестись в медицинский университет в Москве, но я отказала и осталась в Омске. Как показывает, уже время не зря, потому что я встретила свою судьбу, свою вторую половину моего напарника в жизни, в спорте, вообще везде, в бизнесе Антона. И да, если бы я уехала, я бы, конечно, его не встретила, потому что он приехал играть за Омский авангард. Вот так вот мы с ним познакомились. Вот на данный момент, ну у нас уже такой достаточно большой хоккейный даже путь. Мы уже успели съездить, поиграть в Эдмонтоне, в НХЛ один сезон. Потом нас позвали в Санкт-Петербург. Вот, собственно, так вот мы здесь и оказались. То есть так вот все зациклилось, так сказать. Ну я немножко все-таки поясню, что Антон Белов, заслуженный мастер спорта, чемпион мира, двукратный обладатель Кубка Гагарина, игрок действительно таких команд очень культовых для всего мира, как и авангард Омский, и Айнманден Эйлерс, и сказ «Санкт-Петербург». Такая действительно поворотная история вашей юности, такой вот омской. Но я слышал то, что вы не дали ни телефон Антону сначала. То есть как-то вы так... Да. Да, как расскажите вот сейчас. Так как я достаточно уже была, в принципе, для города... Параллельно, то есть у меня было еще несколько разных профессий, вот начальник я делал маркетинга и все остальное. То есть пока я училась на докторе, я получала еще такое образование в других своих жизненных институтах. Вот, поэтому у меня, да, я проходила интернатуру и повстречали с Антоном. Вот. И он говорит, девушка, дайте телефончик, да? Да, и он говорит, и я не постесняюсь взять у тебя телефончик. Мы познакомились с ним в одной из социальных сетей, на что я сказала, телефончик я с собой не дам. И все. Да, он, кстати, сказал, я, говорит, вот живу на набережной, я говорю, а я там вот бегаю кроссы, и вот он говорит, я возьму у тебя телефон, и я говорю, а нет. А вы знали, что он хоккеист? Я знала, потому что я видела, да, я видела фотографии, я знала, что он хоккеист, и в итоге вот на три месяца на летние каникулы он удалился потом из этой сети, а я уже там по своим делам, где-то и в отпуск. А все это время я думаю, так, вот я одинокая барышня, в самом уже, так сказать, вот хорошем возрасте, но может быть это моя судьба. И вот пока вот эти все три месяца, я думала, поэтому, когда в следующий уже раз я встретила, что его значок горит на сайте, я ему написала, вот смотри, вот это мой телефон, вот завтра у меня вот такой-то проект, если хочешь, приходи в гости. Я говорю, а сейчас я убегаю. И я отключилась сразу. Сразу мне приходит смс-чка о том, что Елена, Антон, я завтра играю, но если что, я вот после игры, если смогу, я приду. Так мы познакомились. Ну, история, видите, такова, что больше не на день расставались. Кстати, дочь Таисия, это тоже в честь Тайсона, Таисия Тайсона, все. Да, так получилось, что мы решили, у нас еще не было деток, и мы решили, что дочку мы назовем Таисия в честь Тайсона, а сына Лев, потому что дома Антона называют Лев. И еще в честь, я читал, что Лев это в честь преподобного Альба Катанского. Это уже как потом сказали, что нужно вот именно вот такого себе небесного покровителя выбрать. И дочь вашей гимнастикой занимается серьезно, да? Да, с двух с половиной лет. Мы как раз тоже, когда приехали в Санкт-Петербург, вот выбрала зал, где можно было бы заниматься художественной гимнастикой с такого раннего возраста. Ходим мы в Центр художественной гимнастики олимпийской чемпионки Юлии Барсуковой. Сейчас, с этого года Таисия только вот начала участвовать в соревнованиях. Можно было и раньше начать, но я не давлю. Так как я сама занимаюсь спортом, мне интересно, чтобы ребенок сам увлекся, потому что вот сейчас, на данный момент, я вижу, что для нее гимнастика – это культ. И она обожает тренироваться, и тренируется по 8 часов. Детство? Где же вы отнимаете детство? Вы знаете, у нее есть детство, и за этим тоже слежу. У нее есть друзья, она успевает гулять, она уже ходит в подготовительную школу, занимается шахматами. Хочу ей дать максимальную, вот, кстати, тайским боксом занимается, да, и хочу ей дать максимальную такую картинку, чтобы она была разносторонней, развитой, чтобы она уже сама видела, что ей больше по душе. Вы кто ей больше? Мама, тренер, подруга? Вот как вот у вас? Я считаю, что здесь, так же, как и в семейных отношениях с супругом, в разных ситуациях нужно разное амплуа, разную роль играть, где-то быть подругой, где-то быть наставником, ментором, где-то, конечно же, тренером. Команда Red Rocket появилась следующим образом. Я просто кинула клич в интернете о том, что девочке собирается вот такая команда, и любой желающий сможет осуществить свою мечту, научиться играть в хоккей. Мне посыпались объявления, заявки, кто-то смог, и таким образом у нас вот 30 хоккеисток, это вот сейчас состав нашей команды. Мы выступаем в Санкт-Петербургской хоккейной лиге, играем в свои матчи. Это любительский женский хоккей. Мы общаемся также и поддерживаем отношения с профессионалками. И вообще, в принципе, женщины в хоккее – это очень интересная история лично для меня, так как это командный вид спорта, а до этого я практиковала только виды спорта, получается, единоличные. И как же вам удается 30 девушек одеть в одинаковые… Костюмы красные? Костюмы, да. Очень просто. Знаете, это просто хороший был анекдот, да, почему долгое время не было женского футбола, потому что, ну где же вы найдете 11 женщин, которые одинаковые в одинаковых платьях. Я расскажу своим девочкам, что они абсолютно уникальны. Это, вот, я знаете, когда говорю про свою команду, во-первых, это команда по любви, а по любви только чего только не сделаешь. Во-вторых, это любительская команда с профессиональным подходом. Поэтому у нас все четко, мы любим хоккей, отдаемся своему делу, работаем на результат. Все у нас тихо, гладко, профессионально. Ну так уж и тихо, давайте вот мы не имеем возможности загнуть в женскую раздевалку. Да, можете, кстати, прийти к нам в гости. Придем, теперь точно. Неужели там вы никогда не швыряете перчатки, не говорите «Маша, ну что ж там?» Нет, «Маша, ну что ж ты, я могу?» Да-да-да, вот. Я могу буквально только вот сегодня, да, у нас состоялся такой разговор, а потом объясняю, и девочки меня знают, понимают, что я абсолютно никогда не со зла, потому что я их всех люблю и уважаю, по крайней мере за то, что они выходят и в колоссальных нагрузках. У нас много тренировок, плюс еще игры в 22.45, то есть мамы трех детей, которым в понедельник... Такая ночная лига в женском, как бы, да. Абсолютно, то есть два часа ночи мы только дома оказываемся, и спасибо нашим мужьям за поддержку. Вот, поэтому это бойцы, но есть чисто вот какие-то игровые моменты, которые я бы хотела. Я сама себя постоянно стараюсь делать лучше, да, и здесь, если вот подсказать кому-то о том, что вот здесь было сыграно не так, могу, уже могу себе такое позволить, потому что пять лет в хоккее. В чем фишка? Это нереализованные какие-то вот устремления, время перевод... Я почему спрашиваю, потому что это же травмоопасно. Ну, я бы, например, не особо был бы, наверное, рад, если так вот... Вот 16 лет назад я нарисовала на одном из уроков скучных клуб единоборств на бумаге, и уже через несколько лет я уже делала архитектурный план настоящего клуба. И здесь такая же история. То есть 10 лет назад я Антону сказала, что нужно собирать команду хоккейную женскую, только это было в городе Омске. Но всему свое время, и вот пришла я в хоккей только пять лет назад. Поэтому это все какие-то, знаешь, когда-то я сказала... Теперь понятно становится, да. И оно вот... Надо уметь мечтать, наверное, правильно. Одна жизнь, одна любовь, одна цель, один путь, одна сила, один эксперт. Вы, наверное, сталкиваетесь с таким мужским шовинизмом? Ну, куда вы, типа, полезны? Я знаете, что, да, раздражает, когда мы встаем с мужчиной на бросовании, а я считаю, что нужно обязательно играть с мужскими командами, потому что скорости другие, это образ мышления другой. Хоккейный, они по-другому вообще видят площадку, и также они про нас думают, потому что хоккей женский, он непредсказуемый абсолютно. То есть если у них там четкие схемы отработаны, у нас все там стихийно, так? Ну, вот, поэтому когда я встаю на вбрасывание, и мужчина не борется за шайбу, мне это не нравится. Почему? Потому что мы же сюда пришли, чтобы делать друг друга лучше, и расти, и физически. То есть все должно быть по-взрослому, да, уж хоккей-то. Почему нет? Конечно, если я встала на коньки, одела хоккейную форму, вот, женский хоккей не мужской, и мы никогда мужчинами не станем, и вообще не претендуем на место, но если вот есть такие вот моменты, да, чисто игровые, но мне же надо научиться нормально играть в хоккей. Как я могу это сделать, если ко мне снисходительно относятся? Ну, знаете, я все время делал большую беседу с одной спортсменкой, тоже игровых видов летних, правда, и спросил, вот, красивая высокая девушка, модельной внешности, почему не носит короткие юбки или там шорты, и она говорит с моими там шитыми, перешитыми коленями, с моими травмами, практически это невозможно, то есть практически женщина сама себя автоматически лишает какого-то привлекательного момента, но ведь травмы же все-таки, и вы столкнулись с этим? Да, у меня вот буквально пару дней назад произошла травма, небольшая, я ее как могла, вот уже думала, какое-то медикаментозное серьезное вмешательство, но, слава богу, все обошлось, есть травмы, для меня они пока минимальные, и в принципе за пять лет в хоккее, ну, таких вот прям серьезных было вот одна штучка. Ну, мы еще главное-то про вас, главный секрет не рассказали, дорогие друзья, это что вы еще балетом у нас, и в балет тоже, да, расскажите, да. И борьбой одновременно, и хоккеем, и боксом, но тут такая история, да, что мой балет закончился ровно на том моменте, когда я села, так сказать, по балетному в Гранд Пелье, и у меня коленочка мои мениски, да, дали о себе знать, но прежде это было левое колено, а правое колено уже было травмировано в борьбе, потому что неправильно закрывало треугольник, себе немножко вывернуло колено, вот, поэтому такой самый травмоопасный вид спорта, это как раз-таки не бокс и не борьба, ой, не хоккей, оказывается, а именно борьба. То есть, да, вы в тот день написали в социальных сетях, что развеялся миф, да, что травмоопасный бокс считается, да. Да, ну это, конечно, я шучу. Ну, почему нет, это достаточно серьезная, да, да, интересная вещь. Ну, вообще, по статистике, если я не ошибаюсь, то хоккей более травмоопасный, чем бокс. Да, конечно, у нас была совершенно потрясающая история, когда на бокс заболел врач, и пришел врач с хоккея, ну, должен быть врач даже у ринга, да, ну, везде, вот, и он достает, знаете, вот эти вот иглы, там, сшивать брови, и все боксеры подошли вокруг и говорят, а это для чего вы? А у нас в хоккее так часто, в боксе сечки есть не такие глубокие, то есть, он там был в хоккее, да. В хоккее просто еще плюс скорость, и лезвие, и все такое опасное, и, конечно, боксеры-машины, если они набирают вот эту вот вся массу, набирают скорость, то ого-го, как может прилететь. Ну, и серьезные были и драматические такие истории, да, здесь тоже там. И не случайно вы однажды сказали, что на каждый матч выйдет как на войну, это смысл, это возвращение, да? Маленькая война, по своей настроенности, и сейчас я говорю даже не про свои матчи, на матчи супруга, особенно плей-офф, вот, это такая маленькая война, да, я болею всегда по полной. А где вот, на мой взгляд, жестче все-таки в Канаде или у нас, или вот не сравнить, скажем. Хоккей? Да, там Чикаго, Эдмонтон, или, скажем, вот, с Кациско. На женский взгляд. В НХЛ это первая лига в любом случае по хоккею, и здесь это абсолютно адекватно. Вот, мы сейчас можем уже, в принципе, претендовать, наверное, на зрелищность, именно околоматчевые все атмосферы, вот, например, такие клубы как раз, как Sky, Авангард, они очень классно работают с болельщиками, да, делают предматчевые шоу, очень интересные. Вот здесь мы можем, да, уже поконкурировать, но вообще подход разный к хоккею. И русская школа, и школа канадская, это абсолютно, вот, по-разному, даже вот детей как ставят на коньки, и как их учат работать изначально, это две разные вещи. А вот мы сегодня так бы не раз уже вокруг ходим, но вы вообще с Антоном или с его друзьями можете вот обсуждать какие-то вещи? Хоккейные? Тактические, эмоциональные, как это выглядит? Я не претендую на какого-то профессионала, естественно, всегда прислушиваюсь к мнению мастеровитых игроков, потому что они занимаются хоккеем большую часть своей жизни. Но скажи так, что иногда сверху на площадку интересно посмотреть. И когда Антон, например, тоже не играет, и когда он смотрит на игру с трибуны, он замечает для себя многие интересные вещи. И мне, кстати, подсказывает, и говорит, смотри, вот этот игрок видишь, что делает? Вот это вот он делает вот за этим-то. И потом я прихожу в свою команду и говорю, так, девочки, отрабатываем такой маневр. Потрясающе. Это вы, кстати, никогда не рассказывали раньше такое. Мы когда готовились, много посмотрели ваших интервью, так что вы секреты Антона переносили на свою команду. Антон может быть хорошим тренером со временем? Да, это абсолютно наставник, авторитет. Он, знаете, такой честный и такой вот у него вот справедливый человек, профессионал во всем. У него все должно быть. Я вам сейчас еще расскажу о том, что, например, люди, которые работают с командой, они рассказывают мне о том, что у него самый собранный, красивый собранный балун. Это всегда должно быть, это же своя культура. Да побросал, по-моему, нет? Это моя методика. Да, это моя методика, потому что побросал и еще там вот утрамбовал это все и побежал куда-нибудь. А у него как раз-таки все должно очень красиво собрано быть, все на своем месте, все протерто, чисто аккуратно. Это вот во всем, в принципе, дома такой настоящий хозяйственник, в работе, в общении, профессионал во всем. Невольно я не могу вас, вы вышли сами мы на тему, я не могу вас не спросить, А что вообще для вас современный мужчина, вот такой, знаете, с, может быть, даже с татуированными бровями, с подведенными глазками? Это современный мужчина такие? Сейчас такой стиль такой, да. У меня просто, вот вы меня когда спросили, современный мужчина, у меня немножко другой образ. Ну вот расскажите нам, да. А откуда татуированные брови? Ну вот, например, тут недавно был футбольный мальчик, тренер в Германии, кстати, чтобы так лучше выглядеть, он себе сделал вот, он сказал, что женщина идиот, почему ей? Татуаж бровей? Наверное, это, вот в моем понимании, так не к мужчинам, наверное, относятся, но это единицы. Вот, а современные мужчины, так как как раз-таки я работаю с мужским коллективом очень много, у меня много партнеров, мужчин, это абсолютно профессионалы во всем, которые могут грамотно коллаборироваться, в том числе со мной, это, которые интересны в общении, у которых я могу узнать что-то новое про технологии, так как я, ну и вообще, в принципе, наверное, что-то интересное, какую-то информацию, экономика или еще что-то, вот, наверное, вот так. Ну, все равно встречают и падежки, да, поэтому вот что там... Как должен выглядеть мужчина? Ну, так как я создатель бренда спортивной одежды «Гавгиянг» для сильных, свободных, спортивных, и совсем скоро мы выпустим линейку именно для мужчин, ну вот, наверное, вот так. А если это описать словами, должно быть вот свобода действий и такая одежда, которая бы могла качественно подать мужчину, который был бы... Ну вот, например, вот так, кстати, такой разговор, Антону борода идет, мне кажется... Борода, да? Обожаю. То, что вам понравится, надо бороду... Нет, не обязательно, кому-то... Вы знаете, вот если внешность брать, я, наверное, не очень обращаю внимание на внешность, мне важен именно вот харизма, стержень, вот это для меня в мужчине, а все остальное, и что говорит мужчина, действует, а все как выглядит, это абсолютно вторично. Есть люди, которые выглядят невзрачно, или, например, одеваются абсолютно обычно, но они боги и гения, Стив Джобс. Как вы планируете, как вставляете тайминг, как вы все успеваете, и хоккейный проект, и вы мама, и проекты, связанные с новым брендом, одежды, благотворительность, файт-фабрика. То есть вы как-то берете ручку и записываете, 9.00 интервью, 10.00 веду дочь, 11.00... Скажите, интересно. Вот здесь грамотно расставить приоритеты, что я стараюсь делать каждый день. Первый приоритет — это мой супруг, моя семья, и весь график отталкиваюсь именно от них. И очень им благодарна за то, что они мне позволяют, в принципе, заниматься именно моей работой и, конечно, быть самодостаточной. Ну, а затем вот решаю проблемы по мере их поступления. То есть не планирую чего-то сверх, потому что есть у меня, допустим, знакомые, которым обязательно нужно график каждый, чтобы часы, каждая клеточка ежедневника забита была на месяц, на два, на полгода вперед. Нет, потому что, наверное, управленцы современные, они должны решать очень быстро. Кстати, спорт в этом помогает, вырабатывает быстротую реакцию. Ну да. То есть поступило какое-то... Принятие решения. Да, принятие решения. Вот в этом моменте как поступить. Все. Что есть современное управление? Это его грамотно подобранная команда. Я всегда работаю с теми людьми, с которыми мне комфортно работать. Поэтому, да, это складывается команда годами. Знаете, тоже как в спорте. Точное усиление. Куда-то поставить игрока нужного, чтобы эта связка заработала. Химия, химия. Да, это здорово. Ну вот еще спрашивали, честно скажу, это не мой вопрос. Вопрос женский. Бывает ли Елена Белова вообще слабой? Слабой женщиной? Бывает ли вы слабой? Да, да. У вас такой, знаете, как Шарон Стоун Петербурга. А вот можно вас представить слабой? А вот сильный человек себе может позволить быть слабым в каких-то моментах. Я сейчас, если честно, не смогу... Это... Не смогу вспомнить, как он. А вот кто-то доброту за слабость воспринимает. Но как раз-таки это в характере сильного человека позволит себе быть добрым. Если что касается слез и каких-то эмоций, наверное, открытому человеку это, в принципе, вот все эти эмоции открыты, и себе может позволить свободный человек где-то поплакать. Ну почему нет? Это может быть так же, там, за Антона переживая на хоккей, какой-то именно выброс эмоций, связанный с положительным. Да, и вроде как уже, да, и... Да, ну, у меня какие-то... Переключились эмоции, да? Да, у меня нет... Я не унываю никогда, да. Вот это самое главное, не унывать. Иногда, конечно, просто вот когда много всего там наваливается, то наоборот у меня такой режим, включаются войны, и гиперактивности, и работы мозга, и я как-то вот быстрее начинаю соображать. Друзья мои, ну что ж, давайте подводить итог. Потрясающе получилась интересная беседа, такие у нас сегодня были термины, и женская команда это красные ракеты, ваши проекты тоже связаны с такими вот фабрика боксеров, бойцов, и стальные различные там... Собаки. И остальные собаки, и это все одновременно, одновременно очень органично соседствует с вашей женственностью, с вашей красотой, с вашим пониманием действительно прекрасного в этом мире. И я думаю, если мы сегодня за нашу беседу какие-то вот стереотипы все-таки разрушили относительно этого, это здорово, значит, мы уже не зря. Спасибо вам большое. Спасибо большое. Вот, и приглашайте нас, приглашайте Хабиба Нурмагомедова, приглашайте Майка Тайсона, вашего любимого. Вот, это моя мечта. Так вот, и давайте закончим. На такой ноте. И мы скажем, вот, Майк Тайсон, это Лена Тайсон, это... Да, я скажу, что мне все говорят, что я очень похожа на тебя. Спасибо вам огромное, всегда рада видеть. И занимайтесь спортом, мечтайте правильно, и все сбудется. Спасибо большое, всего доброго. Спасибо. Одна жизнь, одна любовь, одна цель, один путь, одна сила, один эксперт.